Всем доброго дня! Мы продолжаем рассуждать на первом послании к Коринфянам, 14 глава, с 20 по 25 стих. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же – не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет «Истинно с вами Бог». Мы продолжаем рассуждать над преимущественным употреблением дара пророчества. В то же самое время необходимо еще раз напомнить, что языки плюс истолкование приравниваются к простому пророчеству. То есть, если говорить о чистых языках без истолкования, то, конечно же, они уступают пророчеству в том, как это отражается на назидании церкви. То есть, пророчество, конечно же, назидает всю церковь. Языки без истолкования назидает только того, кто говорит на этих языках. Также стоит напомнить о том, что есть языки, которые мы используем в молитве, а есть языки, которые мы используем для назидания, для проповеди, то есть, с которыми мы обращаемся в зал, в аудиторию. И вот здесь Павел продолжает рассуждать над преимуществом пророчества, над такими языками проповедническими, обращенными в зал, в аудиторию, без истолкования. И в 20 стихе высказывается одна очень интересная такая мысль. «Братья, не будьте дети умом», 20 стих, «на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Ну, что значит быть назлое младенцем? Вообще, младенец – это существо, которое несведущее, неопытно, которое не имеет достаточных знаний, компетенций для того, чтобы что-то производить, что-то делать. Так вот, в плане воздействия на других людей посредством зла, нам не нужно быть знающими, изобретательными, компетентными, зрелыми. То есть, на злое, а именно на то, как мы реагируем, как мы пытаемся себя защитить, как мы пытаемся отомстить за себя, нам нужно быть максимально несведущими, незнающими, неумехами. Знаете, вот как младенец, он ничего не умеет. Он не умеет ни рисовать, ни писать, ни читать, ничего не умеет. Так вот, на злое, на то, как бы мы за себя отомстили, как бы мы ответили грубо, да, там, или оттолкнули кого-то, ну, то есть, проявили зло. Вот на такое воздействие, на такое проявление, на такую активность, нам нужно быть неумелыми, неумехами. Потому что есть люди, которые изобретательны на зло, которые знают, как отомстить, знают, как ответить хлестко и сделать больнее другому человеку. Вот, нам не нужно быть такими. Вот что значит быть на злое младенцем. Но при этом, по уму, то есть, не на злое, а на все остальные вещи, на доброе, нам нужно быть совершеннолетними, да, не быть детьми умом. Поэтому, значит, когда мы говорим о пророчестве и о языках, то, естественно, нам нужно в этом разбираться, да, и не быть младенцами в этом смысле. На злое, да, нужно быть младенцем, там, не шарить, не понимать, не разуметь, не уметь, ничего. А в деле применения духовных даров нам нужно быть зрелыми, совершеннолетними, ну, разумными. И данная мысль, она подтверждает тот тезис, тот факт, который Павел уже высказывал, о том, что если у нас есть языки без истолкования, то лучше их не применять. Молиться на языках – это совершенно другое дело. Здесь дальше по ходу нашего отрывка мы увидим такую фразу. «Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». То есть молчание бывает разным. Можно молчать вообще, не производя никаких звуков, ни шепота, никаких шевелений губами. То есть он просто сомкнуть уста и молчать. А можно молчать в церкви, это тихонечко молиться, может быть, шептать, бормотать слегка, негромко, так, чтобы не вызывать заинтересованности окружающих. То есть люди могут слышать, что ты там что-то бормочешь или тихонько шепчешь, но ты при этом не привлекаешь к себе внимания и не создаешь видимость, что ты хочешь что-то кому-то сказать. Ты сам себе как будто бы это говоришь. Такое молчание, да, в кавычках, то есть такое молитвенное применение иных языков, оно вполне допустимо. А в плане обращения к публике, обращения к залу, к аудитории, если у нас нет истолкователя, то, конечно же, лучше в такой ситуации применять дар простого пророчества. Либо в форме проповеди назидательной, вдохновенной, либо в форме молитвенного, вдохновенного высказывания с применением формулы «Так говорит Господь». То есть в этом смысле нам с вами нужно быть людьми разумными, мудрыми, не младенцами, которые не понимают, не соображают, не умеют, не способны что-либо произвести хорошее. В 21 стихе «В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Павел цитирует цитату, приводит цитату из Ветхого Завета. Здесь содержится пророчество Ветхозаветнее о проявлении дара проповеднических иных языков, а именно как это произошло в день Пятидесятницы. То есть мы помним, что сошел Дух Святой, и 120 человек начали говорить на человеческих, понятных другим людям языках. На земных языках, не на небесных, ангельских, а на земных языках, которые вполне поддаются переводу, лингвистическому анализу, фонетике и так далее, всем этим вещам. То есть нормальные иностранные языки. Мы помним, что в этот день пришло к покаянию после проповеди Петра где-то около нескольких тысяч человек. Я уже не помню, там три тысячи было или пять тысяч в этот день. Но несколько тысяч. Что, конечно же, является большой цифрой, большим количеством, но все же это не все население, да, или, скажем, не весь тот контингент людей, паломников, которые собрались в тот день в Иерусалиме. То есть пророчество здесь в этом смысле сбылось. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь, имеется в виду, что не все послушают. То есть небольшая часть, а именно несколько тысяч человек послушались в этот день, а остальные там сотни тысяч, сколько там людей пришло на праздник Пятидесятницы, не послушались. То есть здесь Павел, приводя вот эту ветхозаветнюю цитату, он показывает, что проповеднические иные языки, которые обращены к людям и понимаемы этими людьми, переводимы, да, то есть понятные человеческие языки, они являются знамением для таких вот неверующих, которые пришли в тот день, например, Пятидесятницы в Иерусалим, как паломники. И, слыша эти наречия, изумились и сказали, как эти калилеяне, неграмотные, необразованные рыбаки, могут говорить на всех вот этих сложных языковых группах наречий. И 22 стих наш здесь гласит следующее. Итак, языки, суть знамения не для верующих, а для неверующих. Что такое знамение? Вот давайте зададимся вопросом, что такое знамение? Знамение, дорогие друзья, это подтверждение или доказательство чего-либо. Вот вспомним, когда Христос ходил по земле, ему часто бросали укор, да, или претензию, требование, дай нам или покажи нам какое-нибудь знамение. С какой целью? Чтобы подтвердить, что ты на самом деле Сын Божий. То есть, знамение это всегда какое-то подтверждение чего-либо. Другой пример. Христос, говоря о своем втором пришествии, сказал, что и тогда увидят знамение Сына Человеческого, который грядет с великой славой. В данном случае знамение Сына Человеческого на небе будет являться подтверждением того факта, что Христос грядет. То есть, доказательство подтверждения какого-либо факта. Знамение это всегда какое-то подтверждение чего-либо. Вот часто мы употребляем в евангельских наших церквях такую фразу. Крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Вот есть такая фраза «знамение говорения на иных языках». То есть, в данном случае говорение на иных языках является подтверждением или доказательством того, что человек крещен Духом Святым. То есть, еще раз, знамение это всегда подтверждение чего-либо или доказательство чего-либо, удостоверение о чем-либо. И здесь сказано, что языки, вот такие языки, обращенные к людям, не молитвенные, тихонько где человек бубнит, бормочет, а обращенные к людям, проповеднические языки, являются знамением не для верующих, а для неверующих. То есть, наличие вот такого понятного человеческого языка, слушающему, является для него доказательством или подтверждением какого-то факта. А вот какого факта, давайте мы с вами подумаем. Если мы дальше прочитаем 25 стих, «И таким образом тайный сердце его обнаруживается, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет, «Истинно с вами Бог». То есть, здесь ставится цель подтвердить присутствие Божье, доказать, что здесь, на этом месте присутствует Господь. Вот что должно подтверждать или доказывать знамение. И вот в том эпизоде, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, наличие вот этих человеческих понятных языков, которые применяли говорящие 120 человек, являлось подтверждением того, что здесь Господь, здесь Его присутствие. Он присутствует на месте семь. И для нескольких тысяч человек это действительно сыграло очень важную роль. Таким образом, в данном случае знамение является подтверждением Божьего присутствия. Вот языки являются подтверждением Божьего присутствия для неверующих, для людей, иностранцев, которые приходят, например, к нам в собрание, и мы можем, будучи движимым Духом Святым, обратиться к ним на языках без истолкования. Вот просто на иностранном языке обратиться к таким людям. И для них это будет подтверждением, доказательством Божьего присутствия, действия Бога через нас. А для верующих вот такое проявление духовное, а именно языки без истолкования, не является знамением и доказательством Божьего присутствия. Потому что если верующий человек слышит языки без истолкования, без перевода, например, язык ангельский, то для него это не является никаким знамением. Это не доказывает ему присутствие Бога. Это не приносит ему чувство присутствия Бога верующему человеку. Верующему человеку нужно назидание. Ему необходимо что-то большее, чем просто говорение на языках без перевода. Таким образом, понятен теперь смысл этого стиха 22-го. Итак, языки и суть знамения не для верующих, а для неверующих. А вот пророчество как раз-таки является знамением, а именно подтверждением того факта, что Бог присутствует на этом месте. С нами Бог. Вот этот факт здесь доказывается для верующих. И действительно, я обратил внимание, что когда в собрании присутствует пророчество, это приносит какое-то ощущение присутствия Бога. Сразу же атмосфера как-то становится другой, меняется, становится более насыщенной, духовной. То есть, само по себе такое говорение на иных языках, это может быть знамением, конечно, для неверующих. Понятно, что они могут удивиться этому. И задавшись вопросом, может быть, и придут к выводу, что здесь Бог присутствует. А для верующих языки уже не являются знамением. Это уже что-то избитое, исхоженное, понятное. И когда кто-то говорит на незнакомом языке рядом со мной, ну, я не склонен сразу же говорить, что здесь Бог присутствует. Я верю, что Господь присутствует везде, но ощутить Его присутствие не всегда получается. Разумом мы верим, что Он везде, Господь присутствует, пронизывает все пространство. Нет такого места, где Его бы ни было, и тем более на нашем сегодняшнем собрании, например. Но, тем не менее, чтобы почувствовать это Божье присутствие, мне нужно больше, как верующему, чем иные языки. А вот пророчество, когда мы слышим вот эту формулировку, «так говорит Господь», и когда мы слышим вот эти вдохновенные слова, которые нас назидают, будь то в проповеди или в молитвенной форме, это несет присутствие Божье для верующего. Для неверующего, может быть, языки еще что-то производят, какое-то действие. А для верующего нужно назидание. И поэтому языки нуждаются в истолковании. А если таковых нет, истолкователей, то тогда необходимо стремиться к тому, чтобы пророчествовать, а не просто говорить в зал, в аудиторию на иных языках. Ну и давайте 23 стих посмотрим. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Здесь не означает, конечно же, что мы беснуемся. Просто так могут о нас подумать, так могут о нас сказать, так могут нас воспринять люди, когда мы обращаемся друг к другу на иных языках, тараторим, да, вот так вот, и нет никакого истолкования. Но это производит впечатление чего-то ненормального. Конечно, если среди нас нет незнающих и неверующих, если собрались одни верующие, то молиться громко на иных языках нет никакой проблемы, да, и все нормально, то есть это вполне допустимо. Правда, если нет вообще никакого назидания, то тоже плохо, да, то есть рано или поздно вот среди такой молитвы на иных языках продолжительной все равно должны проскакивать какие-то русские, понятные нам слова, которые несут какое-то назидание. Вот, но тем не менее, здесь главная мысль в 23 стихе, это то, что говорение на иных языках не является беснованием, но со стороны это может показаться беснованием, когда это происходит без истолкования, без какого-либо смысла. 24 стих. Но когда все пророчествуют и войдет, кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Имеется в виду, что человек воспринимает проповедь, да, или пророчество на свой счет. Очень часто у меня лично такое было, что после проповеди люди подходили и говорили, что сегодня как будто для меня проповедовалось. Сегодня слово было как будто ко мне обращено, говорилось о том, что я чувствую, что я переживаю, в чем мне необходимо, может быть, измениться и так далее. Хотя я лично, проповедуя, не чувствовал, что это обращено к тому-то, или к тому-то, или к тому-то человеку. Я просто проповедовал. Но поскольку это несло какое-то назидание, поскольку это было, значит, для какого-то наставления, да, то Дух Святой это мог использовать для того, чтобы приносить людям вот это чувство обличения, значит, какого-то вдохновения, да, или утешения, в зависимости от того, о чем было слово. То есть, опять же, говорится о том, что вот это действие пророчества имеет преимущество, имеет преимущество перед языками без истолкования. Опять же, это не значит, что проповедующий или пророчествующий имеет какое-то откровение о всех, да, там, и он видит сердца насквозь. Это не значит. Это просто говорится о том, что Дух Святой производит эту работу, отталкиваясь от этих смысловых слов на русском языке, производит свою работу в сердцах и, значит, приносит это обличение, утешение, вдохновение, назидание. И таким образом, 25 стих, тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. То есть, знамение возымело действие. Потому что знамение, как мы с вами сказали, это всегда подтверждение чего-либо, или доказательство чего-либо. Так вот, пророчество произвело вот это действие, подтверждающее Божье присутствие. И человек, находящийся под этим воздействием Духа Святого, даже не знающий или неверующий, он это чувствует, это признает. Поэтому пророчество преимущественней. Оно имеет способность принести вот это ощущение Божьего присутствия. Бог везде присутствует, это понятно. Но пророчество способно принести ощущение, переживание Божьего присутствия. Когда мы становимся чувствительными к Божьему присутствию. Когда наши сердца настраиваются на то, чтобы воспринимать его присутствие. Поэтому пророчество преимущественней. Конечно же, если есть языки плюс истолкование, то это тоже приравнивается к пророчеству. То есть, действие происходит то же самое, что и при простом пророчестве. А если истолкователя нет, как мы с вами прочитали, забегая вперед, то можно применять молитвенные иные языки тихонечко, для того, чтобы не привлекать к себе внимание, чтобы иметь вот эту связь с Господом, назидать себя, поддерживать вот этот контакт с Духом Святым, быть благоговейным, быть расположенным к тому, чтобы Дух Святой действовал в собрании. Тогда это такое применение иных языков, конечно же, допустимо, желательно и только может приветствоваться. Поэтому, да благословит нас Господь, достигать того, чтобы пророчествовать, возрастать в даре пророчества, ревновать о даре пророчества, чтобы нам переживать Божье присутствие, переживать вот это назидание, увещание и утешение. До новых встреч, до новых видео. С Господом!